Угрозы и свершения А другая история со сложным продолжением. Если ты не отвергнешь Христа, пойдешь в тюрьму. Я не отвергну Христа. Я не должник моей плоти. Я не должник вам. Я не подвластен вам в этом отношении. В моей совести я подотчетен Богу. Я не могу отвергнуть Бога. Я не могу отвергнуть Христа. И человек отправляется в тюрьму. Здесь говорится «мы Вадимы духом». Это приводит на ум еще одну короткую историю. Это быль, и она такая чудесная. У нас есть один пастор Грейта Грейс в Непале. Однажды он шел по дороге и пытался добраться до места автостопом. Парень на мотоцикле с коробкой на заднем сиденье остановился, подобрал нашего пастора и попросил, чтобы тот держал коробку. Они едут. Пастор держит коробку. Их останавливает полиция. Они арестовывают человека, который держит коробку, потому что в коробке находилось охраняемое животное, и иметь его в личной собственности было противозаконно. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Его имя Бим. Он пастор Грейта Грейс. Дома у него пять детей. Мы помогали ему, поддерживали его семью, пока он был в тюрьме. Когда он прибыл в тюрьму, то заключенные в тюрьме захлопали в ладоши. Он спросил, что вы хлопаете? Они ответили, мы молились, чтобы Бог послал пастора в тюрьму. К окончанию срока в тюрьме было 60 верующих, и они собирались в тюрьме на собрание. Послушайте, я должник жалобе? Нет. Мне не нужно жаловаться. Я могу прославлять Бога и быть Вадим, Духом Бога. Но мои беды реальны. Вы не знаете, насколько они реальны. Я знаю, что они реальны. Но вы не должник вашей плоти. Вы Вадимы Духом во Христе. И вот вы восклицаете. Авва Отче. Вы можете сказать, да, но вы не знаете, в какой ситуации я нахожусь. Я понимаю. Но вы не должник вашей плоти, потому что тот же Дух, который поднял Иисуса, поднимает нас вверх и животворит наши смертные тела и дает нам Духа славы вместо одежд уныния. Мы не должники нашей плоти. Таково слово сегодня. Аллилуйя. Пастор Шалли. По проповеди, свободной от плоти, Вадимы Духом. Продолжение следует.